Нихао, Гудгейм. Мы находимся в Китае на финале студенческой лиги Чуань. Сейчас уже второй день мероприятия. Мы с нашей переводчицей попробуем показать вам, что здесь происходит, что-то интересное рассказать и показать. Так, ознакомьтесь. Всем привет, меня зовут Галя. И сейчас я хочу всем вам покажу наш зал фестиваля. Вот здесь написано наше спонсорство, наше сцену. И вот там сцена нашего спонсорства. Здесь это наша главная сцена. Здесь выступают наши известные певицы. И у них много интересных песен, которые мы, как молодые люди или студенты, очень любят. Например, если она очень популярная песня, у этой песни имя такое «Нан Шэнан» по-китайски. «Нан Шэнан» по-китайски. И вот посмотрите, вот здесь очень шумно. Вот здесь у нас многие прилавки там продаются запутывающие товары. Вот здесь находятся сцены баскетбола. Но не так традиционный баскетбол. То есть профессиональный, а простой только для игры. Вот еще что-то интересное. Вот там здесь наша... Это у нас называется Гасплей. И в очень китайском стиле. То есть они надевают китайские традиционные костюмы. И что-то связано с аниме-культурой. Здесь у нас зона для игры. Вот видите, это очень похоже на CS. Как вы все хорошо знаете. И это место нашего спонсорства. Но я не очень хорошо знаю, почему здесь стоят. Стоят они стулья. Это место очень нравится. И вот это что такое? Это испытание виртуальной реальности. Сегодня у меня нет времени. Но вчера я попробовала. И я когда играла в какой-то игре. И очень... Я очень сильно боюсь. Потом боилась. Потому что очень похоже на реальность. И там везде трубы и что-то такое. По-моему, мальчики будут очень любят. Но что касается девочек. Но все в другое дело. И у нас красивые девушки. И они надевают костюмы спортивные. Вот это виртуальная реальность. Вот смотрите на его лицо, пожалуйста. И это зона, которая, можно сказать, моя любимая зона. Здесь старая машина игры. И я в детстве когда-то там играла с ребятами. Но когда я в детстве, конечно, родители не расстреляют. Но это поменчителя. И это напоминает мое детство. То есть 20... Не 20, но 15 лет назад. Вот это, можно сказать, только популярно в Китае. Но и, по-моему, в России не так популярно. И многие ученики там очень красиво танцуют. Просто замечательно. Как настоящие артисты или звезды. Это место для отдыха игроков. И вот здесь самая главная наша сцена. Вчера вот слева там выступали наши русские игроки. И они замечательно играют. Хотя я не очень хорошо понимаю по игре. По-моему, она надела не китайские костюмы. Но, может быть, это японский стиль. Очень свободная. Очень свободная. У него на руках подушка. Вот все эти аксессуары только для девочек. И вот китайские веры. Есть разные формы. Вот круглые. И маска в виде качонок. И это очень типичное китайское ремесло. Можно назвать это. Из бамбука. И поискру этою. Видео. В provoc. Назбранные идеи. Продолжение следует...